Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Экономика дня» на телеканале CVC в студии Елены Косолапова. В этом выпуске поговорим об экономическом развитии стран Восточной и Юго-Восточной Азии и о перспективах экономического сотрудничества Азербайджана с этим регионом. В гостях у нас в студии сегодня Фархад Парвизи, эксперт по вопросам экономики и управления. Фархад, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, день добрый. Итак, Восточная и Юго-Восточная Азия. Если говорить про сотрудничество Азербайджана с этим регионом, объективно говоря, экономическое сотрудничество у нас не очень интенсивное. Возможно, сказывается здесь достаточная удаленность наших регионов. Но, с другой стороны, есть интерес к развитию этого сотрудничества. Вот, допустим, сейчас как раз находятся в Азербайджане две делегации. Делегация Китая, делегация Малайзии. Их уже принял господин президент. Как вы считаете, чем для нас в экономическом плане может быть интересное расширение сотрудничества со странами этого региона? И вообще, по каким направлениям мы могли бы сотрудничать? Это очень хороший вопрос. И эта активность хорошо показывает те геополитические изменения, которые происходят на данном этапе в мире. Мы сейчас понимаем, что идет установление нового мирового порядка. Запад, Евразия сама, Восток. Все пытаются переделать мир так, как им выгодно и так, как им безопасно. Два мотивующих фактора. Это всегда безопасный стран. И второй мотивующий фактор – это экономика, это деньги. Как это все делать? Оставляя в сторону политическую часть безопасности, это не топик нашей темы. Второй наиболее важный фактор, влияющий на политику стран, это деньги, это экономика. Так сложилось, что после Второй мировой войны все логистические каналы через море, Атлантический океан и Тихий океан, так или иначе перешли под контроль Соединенных Штатов Америки. Ни одно судно, в принципе, не может проплыть этот океан, потому что, не договорившись заранее с Соединенными Штатами Америки, они имеют наиболее сильный флот. Нет ни одной страны, которая может с ней тягаться в этом вопросе. И, соответственно, до поры, до времени, до недавних событий, все играли по правилам, которые установили Соединенные Штаты Америки. То есть, ты с ними договариваешься по тарифам, по ценам, по наценкам, по производству, по доле выкупа их государственных облигаций. И, соответственно, они теперь разрешают развиваться, торговать. После того, что произошло сначала в 2014 году, потом русско-украинская война, и начался вот этот большой передел экономических и политических сфер влияния. Китай и, соответственно, Азия, которая стоит за ним, они, конечно, тоже проводили свою тихую, негромкую политику по расширению своего экономического влияния. Как в Азии, как в Центральной Азии, как в Европе, так и в том числе и в Африке. Теперь, что получается? После того, как это пришел Трамп, он вел торговые санкции против США, началось укрепление Америки за счет всех остальных, за счет Китая, за счет Европы. И, соответственно, все поняли, что правила поменялись, уже невозможно договариваться с Америкой. Америке и так, и так всегда было интересно только что с ней происходит, чтобы им было хорошо, но при этом как-то все перепадало всем другим. Когда-то Америке было выгодно дешево вещи аутсорсить в Китае, они это делали. Когда-то было выгодно индустриализацию перевести в Азию, они это делали. Теперь это невыгодно, они все забирают себе и ставят огромные торговые препоны для торговли между этими странами. Теперь получается, что у нас, если как главный торговый партнер Америка начинает быть проблематичной для Китая, потому что там высокие тарифы, торговые войны, постоянные политические конфликты, им нужно двигать свой рынок сбыта. Следующий самый интересный рынок сбыта, это, естественно, Европа. Я немножко далеко начинаю, чтобы понять, почему я сейчас к этому иду, почему Азербайджан вдруг стал всем настолько интересен в Азии. И чтобы Европу поставлять, есть, в принципе, два пути. Один через Россию, другой старый шелковый путь через Юг, через Иран. Вы имеете в виду сухопутные маршруты? Да, сухопутные. Морские пути, в принципе, под контролем Соединенных Штатов Америки. Если не договоришься с ними, они настолько надежны, чтобы это все делать. Ну, только Соединенные Штаты Америки, ну, допустим, Хуситы тоже контролируют маршрут морской. Да, и кто контролирует Хуситов, опять, сейчас уйдем в геополитику, в безопасности, вопрос. Вернемся к Восточной и Юго-Восточной Азии. Поэтому, в принципе, маршрут оставался через Россию, Китай с Россией договорился. У Китая политика, в отличие от Соединенных Штатов, всегда была другая. Она всегда предлагала делать бизнес и не вмешиваться в внутреннюю политику. Тогда как Запад, Европа и Соединенные Штаты Америки за счет своих финансов, возможно, предлагали материальную поддержку. Она всегда шла с ценностями американцев. То есть, надо было кушать Магнонет, одевать джинсы, проповедовать американскую культуру, в том числе их видение того, что является демократией. И китайцы был другой путь. Они приходили, говорили, нам все равно, как вы хотите сами управлять вашу внутреннюю политику. Мы просто хотим иметь с вами бизнес. Мы хотим зарабатывать деньги. И, соответственно, это достаточно успешно работали, достаточно успешно. Они все больше и больше ресурсов в Центральной Азии, в том числе в России, начали переманивать на свою сторону. Что потом случилось? Случается война. На Россию накладываются санкции. На Иране санкции. Южный, северный коридор оба, в принципе, становятся опасными, токсичными для Китая. То есть, они по плечу могут договориться, Россия везти, но Европа не хочет. А их самый большой партнер Европа. Соответственно, что надо делать? Надо развивать средний коридор. У среднего коридора есть свои препоны, слишком много стран. Каспий посередине медленнее, значительнее и так далее. Но, несмотря на все на это, это является наиболее стабильным, надежным, несанкционным, непроблематичным каналом, логистическим каналом. А логистика, она стоит, наверное, в фундаменте экономических взаимоотношений. И, соответственно, вот то, что мы сейчас видим, разворачивание этого нового турецкого пояса, то, что Турция пытается долгое время сделать, то, что мы пытаемся долгое время сделать через ангиозурский коридор, мы выстраиваем цепочку с соседними странами, по той стороне Каспия. Это все делается для того, чтобы с Азии в Европу товары могли переходить по независимым от Запада и Соединенных Штатовыми путями. И, соответственно, вся эта истерия, которая в эстаблишменте США творится, чтобы усугубить экономическую ситуацию в Турции, усугубить ситуацию в Азербайджане, поддерживать наших врагов, не поддерживать нас. Сейчас, несмотря на все международные проекты, все исключительно это. Они не хотят выпускать этот рычаг контроля над логистическим маршрутом. Соответственно, они теперь все приезжают, они понимают, что Азербайджан выигрывает в этой схватке, Турция выигрывает в этой схватке, Средняя Азия выигрывает в этой схватке против всех других больших сил. И они, спустя какое-то время, убедившись в этом, приходят себе на поклон, чтобы договориться. Вот и интерес. Я вижу, что к нам подключился еще один эксперт. Это Сергей Цыплаков, профессор Российского национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Сергей Сергеевич, здравствуйте, вы нас слышите? Да, добрый день, здравствуйте, я вас слышу. Замечательно. Мы обсуждаем Восточную и Юго-Восточную Азию. На ваш взгляд, насколько это интересный регион в экономическом плане? Вообще, насколько велики его экономические возможности и перспективы, если особенно сравнивать этот регион с какими-то другими регионами мира, в частности, с Европой? Ну, если говорить об Азии в целом, Азия, в общем, быстро развивающийся регион, здесь трудно мне что-то сказать такое особенное. Это, в общем, общеизвестные вещи. Быстро развиваются такие страны, как Китай, сейчас Индия, быстро развивающаяся страна. До этого быстро развивались, сейчас уже перешли в разряд развитых стран. Это Корея, Южная Корея, это Тайвань, называли новые индустриальные страны, Сингапур. Мы видим, что в Азии происходит становление новых растущих стран. Экономика – это Вьетнам, это Индонезия. То есть, это потенциально очень, он не только потенциально, он и сейчас, и в будущем. Это регион, который имеет большие-большие перспективы. Ну, и кроме того, если этого я брал как бы восточную часть Азии, если брать регион, скажем, Ближнего Востока, ну, здесь сложная, конечно, политическая обстановка, напряженная. Не, ну, Ближний Восток – это, наверное, отдельная история, особенно сегодня в нынешних реалиях. Поэтому давайте больше сконцентрируемся все-таки на Китае и соседних странах. Ну, что касается Китая, ну, Китай, в общем, для него, Китай традиционно строит свою политику на таких близких отношениях с соседними странами. В этом плане для него, конечно, большой интерес представляет государство Центральной Азии. Мы это видим, что в последние годы, ну, особенно после того, когда Китай в 2013 году выдвинул инициативу «Один пояс, один путь», Китай активно развивает отношения со странами Центральной Азии. И мы это, они это делают в нескольких форматах, в том числе в формате Шанхайской организации сотрудничества. Они это делают также вот как бы в формате Китай плюс Центральные Азиатские страны. И в прошлом году состоялся в городе Сиань, это на западе Китая, провинция Шэньси, состоялся первый саммит руководителей стран Центральной Азии и Китая. Быстро растут, быстро растет торговля Китая с этими странами. Ну, и эти страны имеют важное логистическое значение, поскольку они создают возможность транспортировки товаров в направлении Европы, которая все равно продолжает оставаться для Китая важнейшим, одним из важнейших экспортных, ну и импортных рынков. Поэтому в этом плане роль Центральной Азии очень высока. Ну и также надо сказать, что если говорить о регионе Южного Кавказа, где находится Азербайджан, то значение сотрудничества с ними, как мне представляется во всяком случае, оно тоже для Китая достаточно высоко. Тем более, вот здесь коллега уже говорил, мы в последнее время наблюдаем рост политической напряженности в Евразии, связанной с российско-украинским кризисом и санкционной войной, которая ведут западные страны в отношении России. И в этой связи Китай, конечно, рассматривает, видимо, разные сценарии дальнейшего развития событий. Он пытается развивать альтернативные пути, не только через территорию России, но и как бы не через территорию России. И одним из таких альтернативных путей является, конечно, так называемый Транскаспийский коридор. И о значении этого Транскаспийского коридора говорил Иси Деньпин. Он говорил об этом в прошлом году, когда в Пекине состоялся третий форум Шелкового пути. Он как раз среди важнейших проектов выделил Транскаспийский коридор. А реализация Транскаспийского коридора... Ну, там могут быть разные, конечно, маршруты этого Транскаспийского коридора, но один из потенциальных маршрутов, это может быть задействована через территорию Азербайджана и туда дальше на Турцию. Потому что там рассматривается несколько вариантов. В том числе, там вариант через Грузию и рассматривается вариант через Азербайджан. В этом плане значение этого региона для Китая, оно традиционно высокое, как я сказал. И я думаю, что в перспективе его значение будет и дальше возрастать. Ну, примерно как-то так получается. Фархад, вновь вопрос к вам. Вот была уже упомянута инициатива пояса и пути китайская, которую Китай активно продвигает. Эта инициатива, она ведь не только про транспорт, она охватывает достаточно разные сферы экономики. Как вы считаете, для нашей страны, что эта инициатива может дать, чем она нам интересна? Ведь Азербайджан является частью этой программы. На первой фазе это, наверное, транзит. Это то, что мы сейчас пытаемся очень сильно, максимальную выгоду получить. Поэтому созданный тарифный транзитный совет. И как внутри Азербайджана, так и между всеми странами, которые находятся на пути этого среднего коридора. Но транзит сам по себе экономически, он мало пользы доставляет экономически. То есть там мизер из того, что перепадает, это перепадает сюда. Я как бывший логист, для меня всегда было намного более важным, чтобы Азербайджан превратился в хаб, логистический хаб. У нас для этого есть задатки, тот же самый Алятовский порт, Алятовская фризона, где возможно разместить доупаковку, перепаковку, повторное использование, повторное производство, перепроизводство. Приводить сюда большими, разбивать, отправлять по региональным моментам. Хотелось бы видеть, чтобы наше законодательство, таможенно, налоговое, инфраструктурное, чтобы мы тоже к этому были готовы. Это требует больших инвестиций в логистические центры. Сейчас, насколько мне известно, Алятовская свободно-экономическая зона согласилась на размещение именно складов и логистических центров у себя. До этого они фокусировались больше на производстве, нежели на дистрибьюции. Если мы сможем через транзит выйти в хаб, в философию хаба, в бизнес хаба, то же самое, как сделал Дубай в свое время, то это будет намного больше экономической пользы от этого будет, чем просто от транзита. И мы, в принципе, видим какие-то, может быть, уже даже задатки этого, когда BYD открывает заводы по производству электрических автобусов, пока только на внутренний рынок. Но, возможно, это все может перерасти и в региональную дистрибьюцию в том числе. Но для этого нам нужно серьезно поднапречься с инфраструктурой, чтобы это было готово, и плюс законодательство. Это все должно быть очень-очень быстро, очень транспорятно, очень прозрачно и достаточно эффективно, чтобы они были заинтересованы использовать Азербайджан как хаб, а не как только транзитная точка. Сергей Сергеевич, вновь вопрос к вам. Продолжая тему инициативы пояса и пути, на первый взгляд вроде бы одни плюсы от этой инициативы, но с другой стороны, почему-то на Западе очень негативно ее воспринимают. Даже в Европейском Союзе сейчас пытаются создать альтернативу этой программе и, соответственно, перетянуть страны, участники на свою сторону. На ваш взгляд, почему вот такое негативное отношение к этой программе? Вообще, что она предполагает для китайской экономики и для экономик стран, которые вовлечены в эту программу? Ну, вы знаете, тут как бы, на мой взгляд, инициатива пояса и пути, она существует уже более 10 лет, и за это время она проделала тоже восприятие этой инициативы, оно прошло через определенную эволюцию. И если на начальных этапах, когда Китай выдвинул эту инициативу, она все-таки воспринималась как сугубо экономический проект. И, в общем-то, и западные страны, ну, представители западного бизнеса и политических кругов западных стран, они, в общем-то, признавали тот факт, что действительно, ну, если мы сейчас вот конкретно говорим о регионе, там, в Центральной Азии, там, действительно, они говорили о необходимости развития инфраструктуры вдоль маршрута шелкового пути, то есть, они это признавали. И мы видели, допустим, Китай в 2015 году, он создал Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, ну, там прямо, правда, не говорилось, что он создан для финансирования проектов шелкового пути, но, тем не менее, это была такая, она и есть, она действует, многосторонняя организация в ней принимали участие не только, там, Китай, какие-то развивающиеся страны, но и ряд развитых стран, в том числе европейских стран, с небольшими долями, но они тоже участвовали в этом проекте. А вот дальше, по мере общего ухудшения отношений между Китаем и Западом, эта инициатива начала все больше и больше политизироваться. И ее стали рассматривать исключительно как инструмент в руках руководства Китая, направленный на то, чтобы каким-то образом, направленный на то, чтобы каким-то образом, ну, прочить свое господство, что ли, в этом регионе. И вот, что касается инициатив Европейского Союза, то я могу сказать следующее, что, вы знаете, ну, их можно провозглашать, но это пока слова, они ничем не подкреплены. Тут ведь, понимаете, железо, оно тоже нужно, его надо вкладывать. Пока это только разговоры. Притом, как бы, китайская сторона завоевает, что, ну, да, мы готовы сотрудничать, мы можем искать точки соприкосновения с европейским, вот с этой вот европейской программой. Но, если мы будем говорить о степени реальной, реального воплощения, она пока, в общем-то, ну, близка к нулю. А китайцы, в общем, ну, там есть свои минусы, есть свои проблемы, это безусловно. Безусловно, Китай более продвинулся по реализации вот этой вот инициативы «Один пояс, один путь». Пархат, вновь вопрос к вам. Хотелось бы вновь вернуться к Азербайджану, к развитию сотрудничества Азербайджана с регионом Восточной и Юго-Восточной Азии. Вообще, при развитии экономических связей с другими странами, Азербайджан, один из первых приоритетов, это, конечно, привлечение каких-то новых современных технологий. В этом плане, Восточная и Юго-Восточная Азия, что нам может дать, какие технологии там мы могли бы позаимствовать? Азербайджан достаточно давно сотрудничает с Китаем в области технологий, в том числе телекоммуникации. Очень большая часть нашей инфраструктуры, в принципе, на Хуауэй. Китаю нужно дать должность, что за последние 30 лет они смогли не просто индустриализировать страну и вывезти ее с достаточно бедной на уровень, где, в принципе, сейчас средняя зарплата по Китаю выше даже, чем там Беларусь или на Украине или по советскому пространству. 30 лет назад это было бы тяжело чуть-чуть себе представить. И технологически выстроить полную цепочку производственную всего. Это очень важно. Почему Америке тяжело реиндустриализироваться? Почему ей тяжело привести производство обратно в Соединенные Штаты Америки? Чтобы Apple производила свои продукты на территории Китая, они, в принципе, это сделать не могут, несмотря на то, что разработки свои. В Китае есть поставлено все в рамках цепочки, и все это географически локализировано. Тебе не надо на очень большие дистанции что-то привозить, что-то увозить. Это, соответственно, очень сильно влияет на себестоимость товара. Это то, чему мы, наверное, могли бы научиться у Китая, переняв их ноу-хау. Как эффективно строить индустриальное производство товаров. Учитывая наши планы по Алятовской свободной экономической зоне, наверное, Китай это одна из тех стран, у которых можно очень многому чему научиться, перенять очень много технологий, если будет такая договоренность. Сергей Сергеевич, вновь хочу обратиться к вам. И вопрос у меня будет такой. Вообще, в последние пару лет очень многие страны испытывают проблемы в экономике в результате войны в Украине и в результате санкционной войны между Россией и Западом. И здесь, конечно, Европейский Союз один из наиболее пострадавших в экономическом плане. Сейчас добавилась еще одна проблема, обострение конфликта на Ближнем Востоке тоже уже сказывается на мировой экономике, на мировой торговле и так далее. Если говорить о Восточной и Юго-Восточной Азии, насколько они ощутили на себе экономические последствия вот этих событий? Или, может быть, наоборот, это предоставляет им новые возможности и ставит в более выгодное положение? Как вы считаете? Ну, тут как бы сложно так однозначно сказать с Европой. Тут понятнее, более понятно. А вот с Юго-Восточной Азией здесь, конечно, более сложная картина. Ну, для Юго-Восточной Азии, если мы берем в широком смысле Юго-Восточной Азии, включая страны Асян, включая тот же Китай, Вьетнам, все-таки надо признать, что эти страны сильно зависят от развития мировой торговли. И мы видели, что вот последствия пандемии, последствия конфликта на Украине, они, конечно, негативно отразились на процессах мировой экономики, мировой торговли. И мы наблюдали сокращение мирового спроса. Для стран, которые являются, ну, как бы, хабами, центрами производства экспортной продукции, конечно, такой поворот событий, он был не очень благоприятен. Ну, я имею в виду тот же самый Китай, потому что внешняя торговля Китая, допустим, в прошлом году экспорт Китая, он сильно сокращался. Если мы возьмем Вьетнам, то он тоже испытывал проблемы. Если мы возьмем даже экономику, допустим, Южной Кореи, то мы тоже видим, что она испытывала проблемы от сокращения внешнего спроса. Кроме того, вот то, что процесс, ну, когда начался такая вот волна, пошла санкции, и санкции затронули энергетический сектор, конечно, очень неустойчивы цены на энергоносители. Опять-таки, вот страны Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, они крайне чувствительны к этому. Я имею в виду и тот же Китай, и опять-таки еще в большей степени Япония, и та же Корея. Они, конечно, чувствительны к этим вопросам. Поэтому здесь надо сказать, что вот эта ситуация турбулентности и неопределенности, которая создалась в мировой экономике, ну, наверное, все-таки, если так общую какой-то знаменатель пытаться вывести, надо сказать, она все-таки, наверное, негативно повлияла на экономическое развитие стран Азии. С другой стороны, может быть, оно дало какие-то определенные плюсы этим странам в различных сегментах. То тут сложно, потому что идет борьба, конкуренция же между ними тоже существует. И мы видим, что, допустим, часть производств, я имею в виду иностранного капитала, они уходят из Китая, особенно трудоемкие производства, они переходят в другие страны, в страны, допустим, в Малайзию, в тот же Вьетнам и так далее. То есть тут как бы такая сложная картина. Здесь нельзя так однозначно сказать, это было положительно, отрицательно. Я думаю, что в целом, конечно, ничего хорошего особо не было, но какие-то, может быть, отдельные возможности для этих стран также открылись. А так картина довольно неоднозначная. Пархат, вновь хочу обратиться к вам и поговорить непосредственно про Китай. Понятно, что все страны региона Юго-Восточной Азии, они интенсивно развиваются, но все-таки Китай выделяется. Это вторая экономика мира. По некоторым показателям даже Соединенные Штаты уже Китай превосходит. Но сейчас Соединенные Штаты вводят санкции против Китая. Это не такие большие обширные санкции, как против России, против Ирана, но тем не менее. Как вы считаете, вот эти санкции могут как-то затормозить развитие экономической Китая? Затормозить, конечно, могут. Особенно в обмене технологий слишком много было завязки. Китай был слишком сильно завязан на экспорт товаров в Соединенные Штаты Америки. Остановить вряд ли. То, что мы видим, это на самом деле не столь даже санкции, сколько это больше, наверное, классификаторская торговая война, тарифная война, которой исторически очень много было. Это экономические войны, они же санкционные войны. Да. Это все упирается в философию Китая. Они очень долго выстраивали это тихо. Это тоже самое Сунь Ци. Достаточно его прочитать, чтобы понять, что китайцы пытались сделать в последние 30 лет. И как они могут тихо сидеть, укрепляться и не входить в диспуты и войны до тех пор, пока не будут уверены, что могут победить. Они, в принципе, к этому шли. Американцы чуть раньше, наверное, поняли это, чем они достигли этого своего пика в 2050 году, когда бы они и свой военный флот привели бы в порядок, и свою экономику сделали бы менее зависимой от экспорта. Мы очень много говорим, что Китай там вторая экономика мира, но после Соединенных Штатов Америки. Но мы не должны забывать, что в США 350 миллионов людей, а в Китае 1,2 миллиарда людей. То есть ВВП на душу населения в Соединенных Штатах все равно намного-намного больше. То есть страна намного экономически сильнее, чем Китай. Но это для Китая дает ту возможность после того, как они достигнут своих экономических показателей, сфокусироваться на внутренний спрос, нежели на экспорт. Китай на данном этапе вынужден продавать богатым странам, как Европе, так и Соединенным Штатам, для того, чтобы укреплять свою внутреннюю экономику, делать своих людей богаче. Как только это произойдет, они достигнут того же дохода на душу населения, как близкого к Европе. И это 1,2 миллиарда людей достаточно состоятельных. Тогда Китай, в принципе, может ослабевать свою зависимость от экспорта и фокусироваться на внутреннем спросе. Это то, к чему они идут. Просто все процессы начались чуть раньше. Они не совсем готовы пока к этому. Сергей Сергеевич, ну и, наверное, заключительный вопрос у меня будет к вам. Вы как считаете, насколько Китай на сегодняшний день страдает от той торговой войны с Соединенными Штатами, которая продолжается уже не первый год? Вообще может ли Китай что-то противопоставить этому? Вы знаете, тут как бы вот сейчас коллега говорил, я, в принципе, согласен. Тут момент-то какой? Борьба, ну если брать чисто экономическую сферу, основная сейчас камень преткновения между Соединенными Штатами и Китаем, это вопросы новых технологий и зеленого развития. Вот здесь идет основная борьба. И тут какая ситуация? Китай, безусловно, сильно зависит от американских технологий, от западных технологий, ну в более широком смысле. Это полупроводники, это чипы. Американцы это понимают, они пытаются этим воспользоваться. В то же время, если брать зеленый переход, то Китай очень сильно продвинулся в развитии электромобилей. Он продвинулся в развитии ветровой энергетики, в производстве солнечных панелей, то есть развитии солнечной энергетики. Вот здесь коллега совершенно справедливо отмечал, что преимуществом Китая является наличие целостной системы отраслей, сложившихся экономических связей внутри страны. Это позволяет Китаю очень быстро масштабировать производство. То есть вот эти вопросы сейчас встали очень остро. И мы видим, допустим, что Соединенные Штаты, надо сказать, что вот администрация США, она ведь тоже принимает меры к развитию на территории США, допустим, производства полупроводников, производства чипов. Они дают большие субсидии, они там приглашают тайваньские компании, говорят, давайте вот в Аризоне у нас там строите заводы. Они также пытаются сейчас развить свою ветровую энергетику, я имею в виду оборудование для ветровой энергетики. Поэтому вот это столкновение, которое между Соединенными Штатами и Китаем, я думаю, что оно будет долгим. А вот как конкретно будет развиваться торговая война, ну, тут многое будет зависеть, конечно, как в Америке будет, как в Соединенных Штатах, кто придет к власти, как они сами это понимают. Но вот... Ну, на самом деле и Трамп, и Байден вели торговые войны с Китаем. Так что, наверное, вне зависимости от результатов выборов следующих, все равно они продолжатся. Ну, наверное, я просто думаю, что тут как бы у них... Ведь Байден сохранил все фактически те вот пошлины, которые Трамп ввел тогда на китайские товары, он сохранил. Более того, он говорит о том, что надо еще повышать. Сейчас он говорит о стали, алюминии. Вот. Вот, ну, Трамп еще больше хочет. То есть, я думаю, что, ну, в случае прихода власти Трампа, республиканской партии, ну, в Америке будет еще более... Она в любом случае будет антикитайская, эта политика, но при Трампе она будет еще более ястребиной, что ли. И самое главное, ну, с учетом личных качеств самого Трампа, ну, она будет менее предсказуемой, я бы так сказал. А так, в принципе, ну, Китаю трудно отвечать. Он тоже ответил. Они ввели, допустим, лицензии на Галлии и Германии, на два металла. Эти металлы критически важны для Запада. Тем более, тут у Китая сильная позиция. Но вот, конечно, бороться пока в области чисто технологии, ну, Китаю сложно. Здесь он проигрывает. Ну, у Китая есть плюс, я уже сказал, это вот наличие целостной системы промышленных мощностей, возможность быстрой концентрации усилий и масштабирования производства. Вот здесь и будет развиваться конфликт. Чем он закончится, ну, я тут не берусь предсказывать. Это очень сложно, тут очень много, что называется, переменных и неизвестных факторов. Неопределенных факторов. Спасибо большое, уважаемые эксперты. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Напомню, что в гостях у нас в студии сегодня был Фархад Парвизи, эксперт по вопросам экономики и управления. По видеосвязи к нам присоединялся Сергей Цыплаков, профессор Российского национального исследовательского университета, высшая школа экономики. Это была передача «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Сегодня мы говорили об экономике стран Восточной и Юго-Восточной Азии и о перспективах экономического сотрудничества с этим регионом. На этом передача подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова